Всем привет! Мария Алексеевна Якимова родилась в 2005 году в Татарстане, является женским фидемастером. В супер турнир «Декабрьские вечера» она вышла благодаря тому, что заняла четвертое место в турнире «Челябинский вариант» и стала запасной участницей. Не смогли принять участие такие шахматистки, как Гульмира Даулетова и Ксения Балабаева, потому что это шахматистки из Казахстана и в эти же сроки будет проходить чемпионат Казахстана. Но сказать, что Мария Якимова попала незаслуженно, ни в коем случае нельзя. Шахматистка была, например, чемпионкой России, в прошлом году стала чемпионкой России до 17 в возрасте 15 лет. Шахматистку отличает такое высокое упорство при защите трудных позиций, умение находить неожиданную для противника тактику. Должен сказать, что я и сам в одном из титульных вторников Марии проиграл позицию, которая мне казалась практически подавляющей. То есть, сопротивление Мария оказывает очень упорное. Ну и в качестве примера я подготовил вам вот такой момент. В качестве примера я подготовил вам вот такую позицию из ее творчества в турнире «Челябинский вариант». Значит, Мария играет черными против Ларисы Бубеевой. У нее нет качества. И даже если просто белые съедят коня на F4, поверить в то, что у черных может найтись достаточная компенсация за качество, очень сложно. Есть еще масса заманчивых продолжений. У черных нет даже одной пешки за отданный материал. Ну, белые, возможно, от радости, что получили отличные шансы на победу против сильной шахматистки. Сделали заманчивый ход ладья B6. Сидея сдвоить ладьи по линии B. Потом разменять ладью A8. И реализация будет в этом случае совсем несложной. В ответ получили несложную, но симпатичную тактику. Черные просто взяли на B6. Съели на D2. Ну и, в общем-то, белые у разбитого корыта. Все пешки практически слабые. После слон Е3, слон бьет H3. У белых еще и пешки не хватает. И не знаю, насколько безупречной Мария была при реализации. Но то, что она делает, мне, например, нравится. То есть, реализовала очень убедительно. Все ее фигуры активнее, чем у противницы. Пешечная большинство идет вперед. Получена прокатная. И партия не затянулась. Конечно, было бы неправильным причислить Марию к фаворитам. Но я уверен, что легкой прогулки в ее партиях ни у кого не будет. И она вполне способна бороться также за самые высокие места. Спасибо за внимание. У нас остался ролик про еще одну участницу. После чего про участницу. Потом еще будет ролик про одного участника. И дальше уже следите за трансляциями. Спасибо за внимание. С вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин. Продолжение следует...